Теория того, что мы обезьянки на камне, не вводит вас в депрессию. Это не моя теория, она чья-то фантазия. Почему она должна чья-то фантазия вводить меня в депрессию? Фантазий в этой жизни очень много у всех, и они все ее свою фантазию демонстрируют. Это художники, ученые, музыканты, все живут своими фантазиями, и ее друг с другом делятся. Как она может в депрессию что-то загнать, что кем-то там придумано, и ради прикола оно выброшено, как демонстрация своих мыслей. Почему это должно быть? Ну, если туда погрузиться, поверить, начать себе это накручивать, Если у тебя есть необходимость в депрессии, то ты, конечно же, с легкостью можешь эту депрессию себе материализовать, создать. И в ней попребывать, как в какой-то камере специальной, знаете, есть депривационные, или там какие-то камеры для медитации. И ты можешь вот в эту депрессию себя вогнать. Может быть, даже программа твоей жизни тебя туда приведет к депрессии, и ты погрузишься, потому что тебе будет необходимо пройти вот такой ретрит депрессивный. Поэтому все, она вся жизнь, она как бы депрессивна, только для меня, но это вот депрессия в хорошем смысле. Вот это вот волнение, вот это вот отчаяние какое-то внутреннее, постоянное, которое тебя заставляет менять траектории внимания, размывать свою вот концентрацию на зацикленности на какой-то. Иметь эту концентрацию, как некий инструмент, которым ты изящно владеешь. Но не то, что вот ты воткнулся и вытащить потом оттуда жало не можешь своей концентрации. А когда ты легко с ней шук сконцентрировался, поменял, как бог. Работаешь вот этими инструментами, этими возможностями, данные тебе богом же. Все по его подобию, вот любое твое, твои возможности, все, что в тебе находится, все, что ты в себе обнаруживаешь, способности, качества, чувства, состояния различные, это все божественные инструменты, которые тебя беспокоят, лишь потому что ты еще не научился ими владеть, не научился ими пользоваться. Тебя это пугает, какие-то состояния, переходы в новое качество себя, которое тоже предполагает потерю чего-то, к чему ты привык. И это тоже пугает. Пугает и настораживает, ты начинаешь теряться, читать какие-то книжки, задавать кому-то вопросы, пытаться найти выход из этой ситуации. А выхода нет, ты должен лишь принять то, что новое качество тебя преобразует, она отменяет какую-то шелуху, снимает с тебя шкуру старую, как змея, и дальше ты потихонечку, конечно, страшно оказаться вдруг оголенным, но ты потихонечку обрастаешь новой кожей. Это не значит, что эта кожа лучше прежней, она просто, ну или другая, или просто новая, она тоже станет старой и отвалится, и так дальше. Значит, вот такая жизненная, беспрерывно, вот так вот вдох-выдох в ней происходит. Вдохнул, выдохнул. Да, мы уже говорили много раз, что лучше, вдох или выдох. Кто-то скажет вдох, ну попробуй с одним вдохом прожить. Или выдох, то же самое. Вдох-благодать и выдох-благодать. Поэтому любые такие ваши смены ракурса, смены стороны, они, наоборот, являются вот некой движком этой же реальности, движком этой жизни. Ну так движется, так и создается иллюзия. Благодаря вот такому камланию, такому колдовству, которое предполагает что-то делать, какое-то движение. Вот там колдовство, видите? Ничего не было? Что-то сначала рука какая-то мелькать начала, да? И для того, чтобы вы это заметили, я должен туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Вот оно, типа колдовство. Для кого это с хуйня, да? Скажет, ну что это он рукой что-то делает? А ребенок там скажет, который непосредственно еще, у него нет мнения, нет у него какого-то критерия того, что я делал. Он сказал, о-о-о, чудо! Вот. А самое главное, чтобы потом этот фильм не слили в сеть пираты, они не смогут его слить, их забанят. Во-первых, там используется музыка совершенно разная, которую я вот люблю, и она не лицензирована. И, во-вторых, там много голых тен, откровенных поз, и гениталии женские, и сиськи, и все там присутствует. Поэтому это не в формате ни одного канала, и никуда это слить невозможно. Так что мои фильмы обезопасены. Их нельзя будет... Они не являются официальными, не являются произведениями искусства. Потому что для этого надо печать поставить. Где-то пройти какой-то... Через какое-то... Представительство, да, тебя, которое тебя представит, если копирает, сделает, что ты, типа, искусство. А я пока это нигде не зарегистрированный, никаких фестивалей не пройдено, и не будет пройдено, никакого штампа там нету, ничего. И оно поэтому, оно уже сразу автоматически попадает в разряд кино для взрослых. Достаточно просто сиську где-то вставить, и ты уже все. Ты уже нон-гратто.